привет дорогие подписчики моего канала и все кто меня сегодня видит впервые сегодня я испытываю свою новую технику свои новые игрушки кто смотрел мои предыдущие видео те понимают о чем я говорю но сегодня речь не о моих игрушках сегодня я собиралась чистить перышки маникюр педикюр женщины могут меня понять но вожжа ударила под хвост вот я уже уселась испытываю свой новый микрофон свет штатив и так далее но речь не об этом я вовсе не хочу похвастаться и так что это за вожжа я сегодня прочитала публикацию блогера некоего варламова речь шла о продуктах питания в украине вот публикация некоего варламова так сказать прежде всего я офигела от цены на яблоки поскольку я вегетарианка я всегда интересовалась сколько стоят овощи и фрукты цена 27 гривен дальше он тоже показывает цену на продукты но к сожалению не указывает вес этих продуктов вот это вот может быть цена за 100 грамм взять тот же тортик за 120 гривен в принципе можно задуматься взять или не взять а вот это вот копченые мидии вот только на этом снимке я смогла рассмотреть цену за 100 грамм это нечеткую цену вообще честно говоря цен я офигела потому что когда я уезжала все это было в 3 в 5 раз дешевле учитывая что доллар тоже стоил 26 гривен и так некие российские блогеры утверждают что цены в украине на продукты питания ниже чем в россии вспоминаем зарплату в украине и в россии в россии она значительно выше и это понесли некоторые украинские сми вот например from you a утверждает что блогер потроллил украинскую вату что такое вата для меня до сих пор непонятно так блогер посетил один из супермаркетов сети сельпо в киеве свое повествование варламов изложил в сатирическом стиле и это понесли не только украинские сми ну даже российские вот например эхо москвы вот например яблоки 26 гривен за килограмм россия не стоит 58 рублей когда я уезжала яблоки стоили 5 гривен и эта информация которую я хочу сегодня донести она общем-то будет интересной тем людям которые собираются ехать в америку потому что когда ехала в америку и даже спрашивал продается здесь свекла по этому поводу с меня посмеялись и можно ли здесь вообще в принципе сварить борщ если здесь капуста если здесь картошка для меня америка это была такой экзотической страны где продаются сугубо бананы поэтому исходя из той информации которую опубликовал блогер варламов я начала задумываться вообще зачем я уехала из украины там так все прекрасно принципе я собираюсь давно уже записать этот блог показать свой холодильник то что кушают американцы на что мы тратим деньги имеются ввиду деньги на продукты какие наши основные запасы сколько это стоит пробежаться по магазинам но вот сегодня у меня был ступор оказывается украинцы зажрались конечно этот варламов делал сравнение с россией я не знаю как там в россии возможно там все дорого все так недоступно соотношение продуктов питания этой зарплаты нужно учитывать в процентах допустим сколько человек зарабатывает и какую часть из этого заработка он может потратить себе на питание чтобы легче было считать мы берем так 4000 американских долларов это то что получает средний американец это что он тратит на продукты питания и 4000 гривен это как по среднему можно считать в украине берем процентное соотношение и так я сегодня собираюсь показать вам свои запасы свои холодильники у меня их два принципе у меня их три но рабочих только два вот что мы кушаем сколько мы тратим и сколько это стоит опять же делаю акцент на то чтобы учитывалось все процентном соотношении 4000 долларов для среднего американца это его зарплата и 4000 гривен для украинца это тоже его зарплата sim sim откройся вот здесь у меня как правило висит список продуктов которые необходимо купить ему муж сегодня подсуетился освободил мне время чтобы я записала в том числе это видео и он сегодня сам пробежался по магазинам купил не то чтобы я покупала но тем не менее я все показываю так я открываю холодильник то есть я специально к этому не готовилась у меня здесь может быть бардак я просто хочу показать что в принципе у нас как бы в повседневной жизни должно быть это здесь гренки я их просто убираю муж себе делает бутерброды на работу он сегодня заехал в магазин walmart здесь это так называется у нас называется walmart 60 яиц он купил два уже я использовала 60 яиц за 7 долларов берем процентном соотношении еще раз я хочу об этом сказать соотношение средней зарплаты 4000 долларов и в соответствии с украинскими зарплатами в 4000 гривен всегда я беру грибы потому что я вегетарианка вот эти две упаковки за 5 долларов берем сыры вот сыр они продаются по скидкам это терпит сыр это смесь сыров скажем так две упаковки можно купить за 5 долларов он с авокадо он немного дороже чем обычные цена 3 доллара у нас всегда в запасе есть какие-то джем и вот это шоколад постоянно есть соусы сейчас я покажу наши запасы здесь чеснок и там корень имбиря это имбирь вот это молоко мы покупаем это кокос и миндаль но кокосовое молоко мне не очень нравится мне нравится чистое миндальное молоко кокос не напоминает крахмал так поехали дальше это обычный наш как бы запас продуктов здесь осталось куряча ножка это масло это рыбу я готовила здесь мексиканские огурчики начинаем шинки вот это шинка ее цена в районе 89 долларов муж любит мясное поэтому он себе запасается он делает бутерброды вот одна пачка другая пачка это он сегодня себе купил какие-то там не знаю колбасы это все очень дешево стоит здесь тоже сосиски сосиски но может быть долларов 6 американский хлеб в районе полтора доллара до 2 долларов мне он не нравится я покупаю хороший органический хлеб за 4 доллара это долго этот хлеб не напоминает вату вот он бесполезный абсолютно я его не покупать теперь вот у нас стоит бочка вина 5 литров ее цена 16 долларов это калифорнийская очень хорошее вино что у нас здесь еще вот вчера я нарезала ананас в принципе ананас у нас всегда есть как бы в рационе я фруктоедка вот показываю дольки ананаса если кто не верит она все под пленочкой я раньше не могла пользоваться этой пленочке не понимала ее предназначение но казалось что это очень удобно вот это ананас а это вот пленочка вот здесь все можно накрыть любые продукты очень выгодно так вот это вот как бы наши пляцки по украински ну по белорусски это называется драники они из картофеля они мне не очень нравится это кулинарные такие вот американские всякие изыски но здесь как бы крупный картофель вот зернами идет поэтому конечно лучше делать своими ручками это все здесь вот всякие фрукты овощи что я не могла себе позволить в украине сразу комментирую всегда умеет запасе авокадо кушать авокадо в украине если бы не могла позволить я всегда смотрела на них и понимала что это для меня мамы-одиночки это несколько дорого это вот помидоры еще раз хочу сказать что я особенно не готовилась вот это вот такой вот прекрасный красивый болгарский перец его цена по моему 5 долларов за три перчика мы в принципе не знаю хватает на долгое время потому что есть перец подешевле но я себе просто это как специю покупаю яблоки в америке по полтора доллара в среднем до двух долларов авокадо можно купить по доллару по доллару 50 здесь вот брокколи они абсолютно дешевые здесь в америке украине тоже не могла себе этого позволить смотрим что дальше к сожалению не во всех магазинах есть укроп вот я показываю поэтому я сделал такой вот запас здесь у меня укропчик где вижу покупаю как можно больше морковка так здесь вот такие вот желтые кабачки здесь есть и цукини зеленые я чередую кабачки цукини это вот бурячок о котором я беспокоилась продается ли он в америке вот все чистенькая очень вот это вот морковка у нас отдельно лежит там еще остатки это лук так и запасы мы делаем вот в таких вот кладовочка хочу показать что у нас несколько видов растительного масла это вот подсолнечное масло вот подсолнечное масло здесь у нас такая кладовочка но она сейчас пустая это запасы воды который кстати в магазине нам дали бесплатно это кленовый сироп который я еще не пробовала вот майонез который мой купил который купил мой муж но я бы такой не покупала я стараюсь покупать более натуральные продукты ну и здесь всякие соусы он любит соус и поэтому у нас всегда есть запас вот здесь вот кладовочки у нас как правило хранится несколько вот таких вот упаковок рыбы консервы это вот я даже не знаю что это в чесноке какой-то морепродукты я купила на пробу как правило здесь кукуруза горошек это опять же консервы сардины вот ну и вот такой вот суп вот здесь вот у нас какие-то запасы но сейчас здесь пусто потому что никто этим не занимался макароны мы покупаем несколько сортов это должны быть обязательно макароны из твердой муки по моему здесь в америке других и нет вот я показываю какие здесь макароны это вегетарианские макароны со всякими добавками вот они цветные здесь натуральные добавки морковка зелень и все остальное вот у нас несколько упаковок есть даже вот такие вот салатные большие ракушки к сожалению я здесь в америке не видела только в русских магазинах можно было купить и можно купить в принципе балтиморе мед ну пока что вот есть такой жидкий мед я люблю густой мед украине я покупала макароны как правило те которые подешевле рис я покупаю коричневый для меня всегда было такой экзотикой купить в украине коричневый рис и мы опять же покупали тот что на развесы который дешевле вот здесь рис вот у нас тоже есть запасы это все здесь относительно недорого 3 доллара я уже сейчас не помню вот это бекон в качестве приправы мука четыре с половиной килограмма ее стоимость ну может быть долларов 7 это анблич то есть эта мука не отбеленная я стараюсь покупать опять же говорю какой-то натуральный продукт то есть это более полезная мука мука здесь есть в принципе разнообразная овсяная гречаная отбеленная не отбеленная для кондитерских изделий для хлеба в общем кукурузная какую хотите все это в принципе очень доступно ну и конечно моя страсть это фрукт здесь целый год есть продажи разные ягоды ананас я показала то есть мандарины вот это вот манго можно купить за доллар за полтора доллара одна штука груши а вот здесь вот у нас прячутся орешки но должна сознаться что орешки слопала я это могут быть соленые фисташки миндаль в украине тоже я не могла себе это позволить вот это вот кулечки лежат с картошкой это вот молодая картошечка она здесь круглый год есть очень чистая ее можно вот так вот бросать здесь есть дырочки то есть не нужно ковыряться что-то там выбирать картошечка тоже очень дешевая этот кулечек 3 доллара идем вниз я покажу где у нас второй холодильник это холодильник мужа и туда мы сбрасываем все что не поместилось наш основной хозяйский холодильник вот это запасы мужа он покупает себе водичку здесь разнообразная водичка пепси мы смотрим по калориям вот 120 калорий в там здесь мужа пиво все это он покупает банками вот это вот сметана по сметане вообще отдельный вопрос потому что сметане реально стоит ложка то есть это не украинская сметана сейчас я открою показать какая здесь шикарная сметана вот она как масло ну и вот это вот бочка молочка она стоит три с половиной доллара это не органик я бы покупала органик ценой за четыре с половиной доллара здесь опять же муж купил себе колбасы сейчас если здесь есть цена нет цены но это до 10 долларов я думаю здесь килограмм 200 грамм открываем морозилку здесь запасы мясные запасы моего мужа запасы сейчас бедные потому что нужно доесть то что есть я хочу показать сколько стоит здесь мясо вот цена четыре с половиной доллара вот такая громадная упаковка это куриные всякие ножки нет это грудки вот еще стоит замороженный полуфабрикат эти те же драники картофельные тоже муж себе это хранит он любит цена на мясо все это вот в таких вот прекрасных упаковках не нужно пачкаться цена опять же четыре с половиной доллара здесь три фунта то есть фактически полтора килограмма здесь вот такие вот вырезки то есть можно просто делать отбивные не пачкаться обваливать это в яйце и в муке и бросать на сковородку вот у него здесь таких упаковок еще три штуки поэтому это нужно доесть упаковка рыбы почти в два килограмма стоит где-то 12 долларов это вот это вот тилапия лосось я покупаю до 20 долларов ананас я могу купить за 2 доллара либо за 3 долларов и сегодня я конечно позвонила не поленилась в украину и поинтересовалась ценами как первое что я услышала подорожала блин причем мне это сказал человек у которого зарплата выше средней украинской колбаса 100 гривен рыба хек самая простая 40 50 гривен свинина до 100 гривен за килограмм пиво 1518 макароны упаковка 450 грамм пределах 20 гривен молоко 15 гривен за литр творог 40 гривен за килограмм сметана пол литра 15 гривен картошка по 7 это вот цены на основные продукты в украине курица 40 50 гривен за килограмм честно говоря я офигел от таких цен вот у меня бумажка я себе все это позаписывал потому что когда я уезжала из украины тот же хек можно купить было в два раза дешевле макароны я покупала 900 граммовые за 13 гривен я это помню потому что я специально искала макароны из твердой муки сметану я покупала в пределах 78 гривен картошка стоила 34 гривны а кстати сыр 90 гривен за килограмм когда я уезжала сыр стоил по моему до 30 гривен за килограмм голландский сыр ну и курица дело в том что у нас собака собаку вывезли в европу моей дочери собака у нас была аллергетик и мы постоянно ей покупали курицу она стоила до 30 гривен за килограмм конечно цены сумасшедшие учитывая то что доллар в принципе стоит на месте доллар сейчас в украине 26 гривен еще отдельно я хочу уделить внимание на ветеринарную продукцию раньше в украину завозили российский продукт то есть это бифит релак это различные шампуни биодобавки там с морскими водорослями с кальцием потому что у нас тяжелая собака большая чем ей нужно было как бы обеспечивать определенный уход сейчас в украине все это недоступно завозят европейскую продукцию те же шампуни по сумасшедшим ценам если скажем так российскую продукцию можно было купить за 20 гривен за 10 гривен те же биодобавки то сейчас шампунь простенький европейский шампунь стоит в пределах 90 гривен поэтому я сочувствую всем кто имеет животных отдельное внимание на такой популярный продукт как водка что меня удивило в принципе я ее никогда не употреблял для меня водка это было таким дезинфицирующим средством я протирала телефон ручки дверные какой-то прыщик на лице ну могла конечно выставить когда мы встречались с друзьями под селедочку под огурчик сейчас водка в украине стоит хортица 80 гривен конечно для гигиены я бы такого не покупала себе я хочу сказать что в принципе на украине я имела зарплату выше среднего так вот я была далеко не бедным человеком учитывая то что я была все таки мамой одиночкой но много из того что было и продавалось в украине скажем тот же ананас тоже авокадо красная рыба я себе не могла позволить я всегда выбирала то что подешевле вот но учитывая то что опубликовал блогер варламов я сегодня начинаю задумываться что вообще принципе я зря уехал из украины что там люди зажрались что там все дешево оказывается я вообще предлагаю этому блогеру пожить некоторое время в украине на средне статистическую зарплату скажем так на зарплату учителя какого-то там бюджетника и возможно потом сделать какие-то свои выводы еще сегодня я услышала одну версию что украина могла бы стать житницей для всего пост советского снг могла бы но не встала я услышала что такие лозунги звучали еще в 90 так вот я хочу сказать что в 90 я родила своего третьего ребенка это был развал союза когда зарплату выдавали носками когда молоко для моего ребенка мой бывший муж покупал через заднее крыльцо и только потому что он там по заигрывал девочками продавщицами нашел к ним контакт и они так сказать по блату выдавали ему это молоко а еще я помню как 90 я с костей срезала мясо все это выкладывала в эту ужасную ручную мясорубку потом эти все сухожилия перемалывала в течение часа потом лепила с этого котлеты потому что мои дети должны были что то есть и все это было большой роскоши до украина могла бы стать житницей если бы имела амбициозных нормальных президентов потому что все те президенты начиная от кровчука и заканчивая порошенко как его называют сейчас порах до порах они хотели только врать и воровать поэтому варламову который вот это все публикует я предлагаю там пожить хотя бы месяц на 4000 гривен а потом сделать новую публикацию держитесь дорогие мои украинцы потому что я понимаю все ваши бедствия все время пока я жила в украине я чувствовала голод я знала что я себе не могу позволить это 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 я не могла себе позволить тот же ананас дорогой сыр либо даже йогурт кстати о йогуртах в америке я их не ем потому что там много сахара оказывается только здесь в америке я поняла что я больше не испытываю чувство голода вообще все это мерзко я вам скажу честно вот мерзко мерзко так врать как можно в этом мараться я не понимаю что хотел доказать этот варламов сейчас то что он опубликовал полетела по украинским сайтам что не хотят доказать что украинцы не голодают да я бы только порадовалась поэтому ребята держитесь я иду чистить свои перышки и не верьте никаким вот таким вот блогером подписывайтесь на мои видео я многодетная мама одиночка поэтому я знаю о чем я говорила держитесь и всем пока